Когда создаются отношения, вопрос такой. Если в этих отношениях заинтересован совершенствовался один человек, стоит ли ему прекращать вообще попытки и как бы в поисках другого человека? Здесь можно привести пример самолета. Семья как самолет. То есть крыло одно, да? Если на нем можно лететь, оставайтесь, пока можно лететь. Если он уже в штопоре, пользуйтесь катапультой, ничего другого. Так бывает. Есть такие моменты, например, через о мужской стороне говорить, мужья как реагируют. Есть люди добрые, хорошие. Они способны понять сердце, как бы, ваши интересы глубокие, оценить их с уважением и не препятствовать. Пойти на эту жертву, как бы, не препятствовать духовному развитию жены. С таким человеком можно жить очень хорошо. Есть люди, которые принимают то же самое учение, нужную практику. Это еще лучше, конечно же. Такие семья, они потрясающие. Там дети великолепные ожидаются. Есть мужья, которые становятся агрессивными, злобными. С ними вы, с таким мужем вы не сможете. Это невозможно. Если ты агрессор, то злобный человек вы не сможете. То есть, если даже ты сам меняешься, то уже нет. Есть люди демоничные. Если вы меняетесь к лучшему, они еще злее становятся. Еще больше завидуют. С таким человеком невозможно. То есть, это правило не всегда действует. Если ты меняешься, то меняется и все. Это редкие моменты, о которых мы сейчас говорим. Демоничный человек, это редко встречается. Такой злобный, демоничный человек. Обычно в каждом из нас есть плохое, хорошее, смешанное. Поэтому они могут что-то быть недовольны. Но в целом они добрые, как-то вот смиряются с этим. Не препятствуют. Уважают. И редко бывают и демоничные люди. С которыми вы не сможете жить. Это как змею поить молоком яд, еще усиливается больше. Это пример змеи. Субтитры создавал DimaTorzok